привет я леонид парфенов это 10 выпуск парфенона и даже спец выпуск и поэтому я предложил для него специальное вино игристая у кого-то может сейчас шампанское у кого-то zect или там кава а у меня просека как и говорил италия стало быть область венето этот ревиза стопроцентный виноград глера как и положено в случае с просека мне как-то вот эти мелкие итальянские пузырики они уютнее и приятнее нотки белого абрикоса и чуть-чуть свежего хлебного тоста очень праздничный звучит спецвыпуск потому что начинаются премьеры в ютюбе трех фильмов нашего проекта русские евреи мы это давно уже обещали я за свою карьеру сделав может быть серии 120 документальных про отечественную историю культуры всегда поражался широте нашей цивилизации вот в нее деятель может приходить откуда угодно и если он действует в этой цивилизации как свой она его признает своим дальше происхождение не имеет значения наши все мулат ну и кто про это вспоминает ну разве что только он сам под сенью липовых аллей он думал в охлаждении лета о дальней африке своей александр сергеевич по моему убеждению на разных этапах три нации особенно яркой массово приходили в русскую цивилизацию в русскую карьеру культуру язык и становились в больших городах столицах в элитах фактически второй титульной нации почти до полного смешения с первой это русские немцы от петра первого до первой мировой войны 200 лет с лишним еще до сих пор слышны отголоски этой традиции русские грузины от георгиевского трактата 1783 года и русские евреи от конца 19 века выходцы из всех этих трех наций были правителями или соправителями россии их тогда все воспринимали как именно русских правителей так или иначе эти темы затрагивались в разных проектах а про русских евреев я отдельно специально говорил еще в 1992 году зиновьем ефимовичем гертом у меня тогда был формат портрет на фоне то есть феноменальная фигура и контекст связаны с этим феноменом и зиновьем ефимовича и обратился как к лучшему на мой взгляд чтецу русской поэзии еще я знал что у него кроме коллекции русских поэтических сборников коллекция русских словарей потому что русский язык это было тоже особо его страсть герд меня принял у себя дома позади прогресса потому что этот дом позади кинотеатра прогресс на ломоносовском проспекте выслушал и стал отговаривать вот буквально так не собирайте незабудки на этом заминированном поле конец цитаты при всем почтение к мастеру я не послушался и с этой идеей продолжал жить дальше пока совершенно случайно в разговоре с михаилом фридманом в декабре 2013 года не узнал что есть фонд генезис который занимается самоидентификации истории традициями евреев из российской империи или советского союза так не я не просил поддержки своему проекту и не фонд не заказывал мне а мы нашли друг друга три фильма и заняли три года работы и по мере своей готовности они выходили в кинозальный прокат вот кто-то углядел что лежат тут рулоны и написано русские читается да это комплект и афиш вот первый фильм я не очень горжусь стилистике такого рубежа 19 20 века это до революции русские евреи фильм 2 18 48 период такой ну советской юдофилии и соответственно стилистика советского авангарда и после сорок восьмого года послевоенная эпоха стилистика советских шестидесятых по опыту дискуссий после показов а кроме москвы петербурга екатеринбурга это где я представлял в россии было еще много городов еще показывали и соединенных штатах на украине в германии в грузии были в латвии в минске где только не был широкий был для такого документального кино про гад вот по опыту этих дискуссий залом по окончании должен принять прежде всего ответственность за русский фильм русского журналиста потому что это не про еврейство вообще и даже не про евреев российской империи и советском союзе вообще а это про тех кто обрусевали и в названии проекта русские стоит на первом месте а евреи на втором это те кто приходили и реализовывали свою профессиональную и личную судьбу как русскую этот фильм эти фильмы отличаются от стилистики наших предыдущих работ и это экранное решение разрабатывалось специально для этих проектов я надеюсь еще и грузины будут и немцы за это ответственно наша маленькая студия на медне и очень я признателен своим коллегам за всю эту работу за вот ну видите сами эти приемы эти эти эффекты и в особенности я благодарен моему соавтору режиссеру постановщику и оператору постановщику сергей нурмамеду который главный в том как экрана решена эта тема спасибо серёга за работу и за дружбу и так сегодня первый фильм русские евреи до революции потом 3 мая на парфеноне второй фильм 7 мая третий фильм и одновременно они выкладываются на сайте фонда генезис там без моего предисловия есть и такая опция начнем умолкаю приятного вам просмотра будьте здоровы и и и Субтитры создавал DimaTorzok Поэт Ярослав Смеляков поэту Павлу Антокольскому Сам я знаю, что горечь есть в улыбке моей. Здравствуй, Павел Григорьевич, древнерусский еврей! Субтитры создавал DimaTorzok Золотые ворота в Киеве. Они восстановлены, но на том же месте. А следующие за ними, ворота в городской стене XI века, назывались жидовскими, и там подле них был еврейский квартал. Уже после того, как князь Владимир принял христианство в государственной религии, столица Древней Руси продолжала оставаться городом многонациональным и вполне веротерпимым. Известно, что князь Святополк особо благоволил киевским евреям, поскольку от их торговли и предпринимательства была большая выгода казне. Потом нашествие Золотой Орды, а позже евреи на Руси – почти только заезжие купцы до единичной знаменитости. У царя Алексея Михайловича – еврейский лекарь, у Петра I соратником – крещеный еврей Шафиров, а у Анны Иоанновны – финансист Липман. Зато Елизавета Петровна с религиозной нетерпимостью велела было всех иудеев выслать за границу. От врагов христовых не желаю интересной выгоды. Но при Екатерине II, после трех разделов Польши, Россия разом и надолго стала страной с самым большим в мире еврейским населением. Мы признали за благо распространить право гражданства евреям и повелеваем Сенату нашему сделать осем, кому следуют надлежащие предписания. Редактор субтитров А.Семкин Древнее еврейское кладбище в местечке Сатанов нынешней Хмельницкой области. Эти земли вошли в состав Российской империи после второго раздела Польши в 1793 году. К тому времени история местечка насчитывала уже столетия. Эти могильные плиты 15-16 веков. Так не евреи пришли в Россию, а Россия пришла к евреям. Местечко от польского городок. Это особое поселение. Скотину здесь держат, но земли не пашут. Евреи традиционно заняты ремеслами и торговлей. В деловые отношения с окружающими народами вступают активно, во всем остальном – полная самоизоляция. Иудейская вера, которая только у них. Шаббат – строгое предписание не работать в субботу. Древний язык иврит и современный разговорный идиш – диалект немецкого после веков жизни в Германии и Австрии. Свой раввинатский суд. Своё образование в школах, хедерах и ешивах. Своя кошерная – еда с разделением продуктов и запретом некошерных. Своя особая одежда. И даже особые прически – обритие голов у замужних женщин и пейсы у мужчин. Всё резко другое, отличное от окружающих народов. И всё течение жизни определяет самоуправление еврейской общины – Кагал. Большой синагоге в Сатанове ровно полтысячи лет. При советской власти её закрыли, сделав внутри склад. Теперь вот восстанавливают. Но пока как памятник архитектуры. Молиться здесь некому. Сейчас в Сатанове не живёт ни одного еврея. А когда-то синагог в Сатанове было восемь. А большая ещё и служила оборонительной башней. Там еврейская община содержала пушечную батарею. А в подземелье хранили порох. Этот шкаф-нишу для свитков Торы вырезали в камне, ещё когда Сатанов был в составе Польши. Чужие всем и считая всех чужими, 2500 лет сохраняли себя евреи в рассеянии. Да ещё в Российской империи эту изоляцию усилила черта оседлости. Евреям разрешено жить в 25 западных и южных губерниях и запрещено селиться в центре страны. Вот перед большой синагогой городские ворота Сатанова. Был за ними не город, городок. И не мир, мирок. Вообще здешние евреи особо славились выделкой шкур и шитьём из них шуб и тулупов. А ещё в Сатанове сто лет назад евреям принадлежали «Все три аптеки», «Все семь лесных складов», «70 лавок», «В том числе все 21 бокалейных» и «Все тоже 21 тканей». Единственный мебельный магазин. Единственный обувной. И оба винных. Какая же здесь была теснота, скученность? Какая предназначенность судеб из поколения в поколение? Вся история русских евреев последних 150 лет – это их уход за ворота городков и местечек. От общины, из черты оседлости, вообще от евреев. Туда, в огромную Россию, в русскую карьеру, культуру, язык. Вообще, к русским и дальше, в мир. Ещё при Александре Первом всевластие Кагалов отменили. Пусть не община отвечает перед государством, а каждый подданный. Как индивидуальным налогоплательщикам, русским евреям впервые массово потребовались фамилии. Каждый еврей должен иметь наследственную фамилию. Мера сия необходима для устройства гражданского их состояния, для охранения их собственности и для разбора тяжбы. Фамилии образовывали от понятий на идише или иврите, а особенно часто от названий родных местечек. В нынешней Минской области местечко Слуцк. От него фамилии Слуцкий и Слуцкер. От Могилёвского Шклова – Шкловский. От Витебского Свердлы – фамилия Свердлов. А от тамошнего Лиозна – Лиознов. А то местечко Высокое – фамилия Высоцкий. Турецкий – не от Турции, а от Турца в Гродненской области. А татарский – от Татарска в нынешней Смоленской. Фамилии знаменитых академиков Ландау и Минц – название городков в Германии, откуда приехали в Россию предки этих ученых. Местечек Броды даже несколько. Главное – в нынешней Львовской области. Броды во всех славянских языках значит место, где можно перейти речку или ручей. После раздела в Польше у местечка Броды по речке Бавдурке провели границу, и так Броды, здешнее местечко и Броды, здешние переправы, стали важнейшей коммуникацией. Отсюда много кто произошел. Например, мать Зигмунда Фрейда – Амалия Натансон. А уж сколько из этих Бродов по этим Бродам перешло Бродских в большую русскую жизнь. Среди потомков-выходцев династия предпринимателей Бродских. Израиль, Лазарь и Лев. Сахарные короли России учредители научных институтов, учебных заведений и больниц. Исаак Бродский – художник, ученик Репина, основатель социореализма в живописи, портретист вождей и директор Советской Академии Художеств. Яша Бродский – русский и американский скрипач и музыкальный педагог. Иосиф Бродский – русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года. Нина Бродская – советская эстрадная артистка, певшая во множестве фильмов. И без счета менее публичных фигур. В Википедиях на разных языках десятки Бродских. К концу XIX века в обеих российских столицах знамениты по несколько евреев-вельмож до того богатых и вхожих к властям, что они вроде и не относятся к нации пари. Стараниями главы петербургской общины золотопромышленника Горация Гинсбурга и главы московской общины банкира Лазаря Полякова возведены большие хоральные синагоги. Магнатам можно селиться в центре империи как купцам первой гильдии. Еще эту льготу имеют иудеи с высшим образованием. И уже все права получают те, кто покрестится. Православный это и не еврей. Национальность по крови власти империи не интересует. Только вероисповедание. Церковь Святой Живоначальной Троицы там большой трехсвятительский переулок, намоленные места Старой Москвы, а во дворе флигель Левитана. Как будет принято начинать его биографию? Великий русский художник Исаак Ильич Левитан родился в бедной еврейской семье. Он был совсем не религиозным, но из иудаизма не выходил, а потому при очередных ужесточениях правил проживания для евреев дважды выселялся из Москвы. Второй раз из этого флигеля, предоставленного ему купеческой семьей Морозовых, Левитана выселили, когда он работал над, может, самой русской и самой православной картиной в нашей живописи «Вечерний звон». «Вечерний звон» «Вечерний звон» «Власть не признает русских по культуре, а это ее, как веру», исповедовал Левитан. Для него, его друзей, коллег по русской культуре и гостей его флигеля Чехова, Поленова, Серова, Воснецова, Тимирязева общими богами были Пушкин и Толстой. Русская музыка и русская природа. Любимое место летних этюдов великого пейзажиста – городок Плёс на Верхней Волге в Костромской губернии. Отсюда дипломированных иудеев не изгоняли. Я никогда еще не любил так природу. Никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто во всем. Конкурент Левитана за звание главного нашего пейзажиста – Шишкин. Но он хоть и Иван Иванович, а русскую природу писал какой-то бодрой, нарядной, будто немецкой. И только у Исаака Ильича это невыразимо родное щемящее чувство. Николай Рубцов потом напишет «И колокольцем каждым в душу любого русского спроси. Звенит, как колокол, не глуша звон левитановской Руси». Богатая еврейская семья купца Рубинштейна покрестилась после рождения сына Антона и до рождения сына Николая. Братья, блестящие музыканты стали Антон – основателем и первым директором Петербургской консерватории, Николай – основателем и первым директором Московской консерватории. По сторонам огромные портреты великих композиторов разных стран, а Николай Рубинштейн висит барельефом над сценой, как святой дух всей музыки. Выкрест – ярчайший деятель академической культуры. И его происхождение власть не то, что не смущает, а просто не интересует, а тем более публику и коллег-музыкантов. Анна Ахматова говорила, что к 1910 годам в интеллигентской среде евреев уже совсем не выделяли. «Ну как это?» – переспрашивали ее. «Анна Андреевна, ну если у человека фамилия, допустим, Рубинштейн, то он кем может быть?» Ну вот как-то считалось, что есть русский по фамилии Иванов, а есть русский по фамилии Рубинштейн. Ида Рубинштейн принадлежала к еще более богатому роду, но искусством занялась эпатажным, и ее происхождение служило отягчающим обстоятельствам скандалов. Папа Римский особым указом запрещал балет, в котором святого Себастьяна танцевала женщина, да еще и еврейка. Родной клан харьковских мультимиллионеров, сахарозаводчиков и банкиров Рубинштейнов и дошокировала еще больше, принявшись репетировать роль Соломеи. Эпизод, когда иудейская царевна на перу у Ирода танцует, сбрасывая с себя одежды и остается совершенно ногой, цензура не допустила. Но знаменитый портрет работы Валентина Серова долговечнее хореографии. Возмутительный манифест Иды Рубинштейн, первой еврейской музы русского авангарда. Современники сочли опороченной всю старую культуру, ведь даже женская красота в образе этой инородки превратилась в алебастровый силуэт мертвенного цвета. Карьеры звезд – это штучные столичные судьбы. Место массового еврейского успеха в черте оседлости – южные ворота империи. Черноморский Петербург – первая свободная экономическая зона страны. Одесса. Это, конечно, лучшая лестница для новой жизненной карьеры. Оторваться от цепей традиций в местечке, но сохранить национальную и религиозную общину в большом европейском городе, открытом стране и миру. И здесь, в самом оживленном месте империи, заняться ремеслами, торговлей, предпринимательством, свободными профессиями. Одессу называют еврейской столицей. На рубеже 19-20 веков евреи составляют треть городского населения. А какое здесь еврейское самосознание? Кроме изданий на идише и иврите, в Одессе выходит первый еврейский журнал на русском языке. Называется «Рассвет». И пламенные публицисты призывают «Нечего бояться яркости дневного света». Мол, прежде-то жили как кроты. В Одессе даже можно подняться в русскую власть. Ну, не до губернатора, конечно, но возле. С основания Одессы евреи участвуют в городском самоуправлении. На дне одесского еврейства разносчики, старьевщики, чистильщики обуви. У этой бедноты порой и жилья нет, ночуют в катакомбах. Далее пролетариат порта. Грузчики прежде всего. Потом самозанятые ремесленники. Все портные, почти все сапожники, стекольщики и прочее. А особо славятся бендюжники. Грузовые извозчики со своими телегами и парами коней. Чуть повыше – разные конторские служащие. Бухгалтеры и прочий младший менеджерский состав. Дальше торговля. Мелкая, сплошь еврейская, оптовая – до половины. Лица свободных профессий. Врачи, адвокаты, журналисты. Их немного, но их все знают. Еще меньше крупных предпринимателей. Зато какие это тузы. До половины фабричных производств Одессы принадлежит евреям. Они ведут 80% экспорта зерна и из 18 одесских банков управляют 13-ю. Пирамида подвижная. Большинство карьер делается и состояние наживается за одно поколение. Скоро этот мир воспоет по-русски, конечно. Самый знаменитый артист страны первой половины 20 века. Сын одесского портового экспедитора Иосифа Вайсбейна – лейзер. Лазарь. Он начнет выступать 17-летним в 1912 году. Пьески, песни, куплеты и сразу под другим именем. В Одессе, которая сама вся сплошная гипербола, 17-летнему артисту очень хотелось взять себе такой возвышенный псевдоним. Но актер с псевдонимом Горский в Одессе уже был. И с псевдонимом Скалов тоже был. И тогда юный дебютант придумал себе новую русскую фамилию. Отныне он, урожденный Лазарь Вайсбейн, будет зваться Леонид Утесов. С 1912 года Леонидом Осиповичем Утесовым он проживет ровно 70 лет до своей кончины в 82-м. Русская карьера начинается с русского образования. Государственная гимназия стоит 50 рублей в год. Но там ограничение не более 5% евреев. И это в Одессе, где учить детей хотят все. В коммерческом училище выкреста Файга берут целых 260 рублей. Зато евреев туда допускается 50%. И чтобы не превышать процент, нужно привезти с собой своего русского. Разумеется, платя за двоих. А иначе какой ему резон? Иосиф Вайсбейн договорился с русским соседом-мясником, у которого был сын, ровесник будущего Утесова. Кондрат Семенович, я за вашего Никиту платить буду. А еще мой Летико будет ему завтраки приносить. Ну, так как, Кондрат Семенович? Ну ладно. И форму Никитки тоже мы пошьем. Так в училище Файга поступили оба. Но одного образования мало. Папаши и мамаши одержимы обучением детей музыке. Виртуоз-исполнитель это гарантия свободной карьеры для одаренного еврея. Утесов первые уроки скрипки берет у Петра Пинхуса Соломоновича Столярского. По словам Бабеля, который у него тоже учился, Столярский содержал в Одессе фабрику юных скрипачей, свою школу. Фабрика в андеркиндах в юрейских карьерках, в коржных вранничках, в лаковых туфликах. В душах этих заморжившила могучая гармония. Головочку так ровно держи. Смотрите, дети, вот это правильно. Прошу, ввести с мешок по струне, да. Это, конечно, очень своеобразный русский язык. Головочку так ровно держи. Но все-таки Столярский учил своих воспитанников по-русски, а не наидише, и желал им неучасти еврейских скрипачей на свадьбах и похоронах, а большой карьеры в России и мире. У педагога было определение. Обыкновенный, гениальный ребенок. А внутри подвиды. Этот вундеркинд, и этот вундеркинд, и этот вундеркинд, а Додик, Додик не вундеркинд. Додик будет большой музыкант. Это Столярский про своего любимца, про поступившего к нему в 1913 году пятилетнего сына одесского купца второй гильдии Фишеля-Ойстраха. Когда Додик вырастет, он будет зваться Давид Федорович-Ойстрах. Но это уже другая эпоха. Народный артист Советского Союза Лурия, Ленинский племени, Давид Ойстрах. А в этой эпохе вот они. Еще молодой Столярский и рядом его любимец Давид Ойстрах. Самый маленький карапуз и самый большой музыкант. От зарождения русской революции евреи среди самых пламенных ее радикалов. В организации «Народная воля» Геся Гельфман была хозяйкой квартиры динамитной мастерской. Собранной там бомбой 1 марта 1881 года убит царь Александр II. Взрыв Смертный приговор вынесут главным организаторам четверым русским, одному украинцу и Геся Гельфман. На рубеже веков возникают российские революционные партии и среди их организаторов евреев уже от четверти до трети. В 1898 году в Минске социал-демократы учреждают РСДРП. Она потом будет зваться РКПБ, ВКПБ, КПСС и просто партией, поскольку станет единственной. 1 марта 1898 года на первом съезде будущей КПСС, в этом ее первом дворце съездов, из девяти делегатов пятеро евреи. Съезд принял убийственную для империи декларацию о праве нации на самоопределение. Ну вот латыши или поляки, они тоже активно участвуют в революции. И они, да, могут мечтать о своей независимой стране после свержения царизма. А евреи шли в революцию порывая со своей национальностью, с верой предков, с обычаями народа. Они, говорящие по-русски интернационалисты с русскими фамилиями-псевдонимами. Ленина на первом съезде еще нет. Он отбывает ссылку в Сибири как организатор Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Вот среди лидеров Союза будущий глава большевиков-социал-демократов Владимир Ульянов Ленин и будущий глава меньшевиков Юлий Цидербаум Мартов. В партии социалистов-революционеров эсеров еврейское участие еще заметнее, особенно в их боевой организации. первой эсеровский теракт совершен в 1902 году. При вручении ему пакета убит министр внутренних дел Сипягин. Командир эсеров-боевиков Гирш Гершуни заявит потом судьям от имени евреев. Это ваше преследование загнали нас в революцию. Имеются в виду прежде всего погромы. Массовые нападения христиан на евреев. Уничтожение имущества избиение а потом и убийство. Власти эти бесчинства упреждали плохо, а было подозрение и подстрекали к ним. русское слово входит в иностранные языки без перевода. погромы. Граждане и массы в России. Погромы в России. Виолет вирус. Погромы в Кишиневе. в Кишиневе. В Кишиневе. Официальные российские притеснения сами указывают. вот слабейцы. Вот слабейшие жертвы среди всех прочих обездоленных в империи. По всему миру раскатилась мрачная слава погрома 1903 года в Кишиневе, где евреев тогда половина населения. Чуфлинская церковь в Кишиневе. Перед ней Чуфлинская же площадь. Сейчас почти застроенная. А вообще это было место пустырей, где по праздничным дням устраивали ярмарки и работали балаганы. В воскресенье 6 апреля 1903 года на православную Пасху и в последний день еврейской Пасхи Песаха отсюда в город двинулись погромщики. Разнесся слух, будто на ярмарке еврей-хозяин карусели согнал с нее молодую христианку и выбил из рук женщины ребенка. Потом обнаружится, что и хозяин карусели не еврей, и сама карусель в воскресенье вообще не работала. Но повод найден. Группы по 15-20 молодых мужиков растеклись по улицам. Впереди бегут местные мальчишки, указывая на еврейские дома и лавки. ломами и дубинами погромщики крушат окна и двери, мебель и утварь. Разрываются подушки и перины. Летающий пух – непременный знак погрома. полиция почти не вмешивается и возникает другой слух, что бить евреев разрешено начальством. Наутро власти пресекают попытки еврейской самообороны дать отпор и продолжение погрома выглядит явно дозволенным. Добавился народ с кишиневских пригородов. Идут разорять уцелевшее жилье инородцев. А за Чуфлинской площадью и убивают обитателей. Дом под несчастливым номером 13 по бывшему азиатскому переулку. Было раньше хибара побольше и все равно восемь многодетных еврейских семей ютили здесь в страшной тесноте. Кто из жильцов погиб во дворе, кто пытаясь спастись в сарайке. двое мужчин и одна женщина залезли на чердак, разобрали над собой руками черепичную тогда кровлю и выбрались на крышу. Дальше деться было некуда. Преследователи гоняли их от одного края к другому и еще швыряли под ноги большой синий таз. И он гремел по крыше. То-то было потеха. Наконец евреев сбросили вниз и на земле забили калавин. калавин. Это ваши преследования. Загнали нас в революцию. Революционеры обвиняли в Кишиневском погроме министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве. Тот считался реакционером и антисемитом. Составляя в целом 5% населения в западной части России около 90% революционеров евреи. По всей России 40%. Статистика впрочем недостоверная. Фон Плеве убил СССР Егор Сазонов. Организовали покушение русский Борис Савенков и еврей Евна Азеф. Эта пара устроила и убийство эсером Иваном Каляевым, московского генерал-губернатора великого князя Сергия Александровича. У того тоже репутация контрреволюционера и юдафоба. Ожесточение погромов ставит активное российское еврейство перед выбором. первый путь если повезет сулить скорое решение всех проблем эмигрировать из России прежде всего в Америку. Данное российскими евреями определение Нью-Йорка столетней давности Одесса без царя и казаков то есть можно делать американскую мировую даже карьеру не опасаясь преследования из-за национальности религии. Более того можно выбирать меру своего американизма здесь все эмигранты и большинство первого поколения живут землячествами это уже потом их дети и внуки будут чувствовать себя прежде всего американцами таким путем здесь прошли ирландцы итальянцы пройдут и евреи российской империи все более удаляясь от родины своих предков Другой путь самый трудный и долгий зато самый еврейский заново создать Израиль в Палестине тогда территорией Турции В пятой гимназии Одессы учились друзья Коля Корнейчуков будущий Корнейчуковский и Вольф Жаботинский Чуковский Чуковский Корней Таланта Хваленого в два раза длинней столба телефон Золотым Золотым русским пером Жаботинский стал раньше и привел товарища в редакции газет а потом они работали одесскими корреспондентами Чуковский в Лондоне Жаботинский в Риме перед обоими открывалась литературная карьера и Жаботинский Вольф Евнович уже звался Владимиром Евгеньевичем в Одесском театре шли две его пьесы русские конечно но погром в Одессе 1905 года судьбу переменил Жаботинский стал писать на иврите вышел в лидеры ярых сионистов и в Первую мировую войну создал еврейский легион британской армии чтобы отвоевывать у турок землю для Израиля улица русского публициста и сионистского идеолога Жаботинского в центре Тель-Авива известная фраза про Израиль из песни Высоцкого «А там на четверть бывший наш народ» на самом деле большое преувеличение даже сейчас после всех волн эмиграции выходцев из бывшего СССР и членов их семей здесь меньше 15% Зато совсем другая доля среди пламенных борцов сионистов и строителей еврейского государства все четверо авторов декларации независимости Израиля были выходцами из Российской империи во главе с Бен-Гурионом это Тель-Авивский бульвар его имени а там дом-музей будущий первый глава израильского правительства чтобы переехать в Палестину в 1908 году дезертировал из царской армии но выбор большинства 5 миллионов евреев оставаться в России молодежь маслу вступает в отряды самообороны и после 1905 в Одессе погромов не было а среди тех кто решил свержением царской власти изменить Россию судьбу всех и свою уже совершенно отчаянные деятели русифицированные революцией Максим Максимович Литвинов урожденный Меергенах Валах устроил в Киеве подпольную типографию бежал из Лукьяновской тюрьмы ведал доставкой в Россию ленинской газеты Искра в революцию 1905 года закупал и транспортировал из-за границы оружие представлял большевиков на мировых социалистических конгрессах а в 30-е годы возглавлял МИД наркомат иностранных дел СССР Вот карьера сына торговца из Белостока Первый царский премьер Сергей Витте в своих воспоминаниях ужаснется Из феноменально трусливых людей которыми были почти все евреи лет 30 тому назад явились люди жертвующие своей жизнью ради революции сделавшиеся бомбистами убийцами разбойниками Самое известное еврейское покушение в Российской империи 1 сентября 1911 года в Киевском театре застрелен председатель Совета Министров Петр Столыпин убитый вовсе не был антисемитом а убийца почти перестал быть евреем Столыпин в детстве жил в Литве учился в гимназии в Вильно служил в Ковно Каунасе и в Гродно где евреи составляли большинство про их положение он знал может лучше всех высших государственных деятелей евреи бросают бомбы а вы знаете в каких условиях живут они в западном крае если бы я жил в таких условиях может быть и я стал бы бросать бомбы в первый же год своего премьерства Столыпин представил государю проект отмены особенно нелепых ограничений для евреев хотя бы внутри черты оседлости несмотря на вполне убедительные доводы внутренний голос все настойчивее утвердит мне чтобы я не брал этого решения на себя хотя эти послабления прямо следовали из царского манифеста 17 октября 1905 года о даровании прав и свобод евреи имеют законные основания домогаться полного равноправия я думал успокоить нереволюционную часть еврейства предубеждений Николая Столыпин не преодолел а сам погиб от руки революционного еврея род которого уже три поколения не знал никаких притеснений 24-летний мордыхай Гершкович Багров сам себя называл только Дмитрием Григорьевичем его отцу принадлежал этот великолепный доходный дом в самом центре Киева на Бибиковском бульваре Багров младший закончил Киевские и Мюнхенские университеты он говорил на четырех языках но не знал ни идиша ни еврита в семье общались только по-русски это фото сделано сразу после покушения но портреты Багрова у полиции были и раньше член революционного студенческого подполья он служил тайным агентом охранного отделения когда в Киев на открытие памятника Александру Второму приехали царская семья и правительство Багров рассказал полицейскому начальству про террористов готовящих покушение он знает их в лицо и укажет охране едва злоумышленники появятся на торжествах так Багрову выдали билет на спектакль на котором присутствовали высшие лица империи и он в антракте подошел к первому ряду где стоял Столыпин и дважды выстрелил в премьера отдельный вход в комнаты Багрова в огромной квартире его родителей он заигрался в этой своей двойной жизни Багров то ли революционеры чувствуя предательство требовали от него теракта как доказательство верности то ли сам Багров считая себя революционером мечтал о большом деле на допросах про убийство Столыпина он твердил я застрелил главного виновника реакции в этом с Багровым солидарны русские левые радикалы Ленин из-за миграции откликается на выстрелы в Киеве статьей о начале конца контрреволюции умышление обе вешательства Столыпина когда стучится в ней собирающий силу могильщи царского самодержавия русские правые консерваторы вину за гибель последнего витязя самодержавия так называли Столыпина считали национальной еврейской возмущение философа и публициста Василия Розанова посмел бы русский убить Ротшильд и вообще великого из ихних из первого вооруженного поколения евреев выйдет еще национальная организованная преступность отряды самообороны как всякие незаконные вооруженные формирования в спокойное время породили рэкетиров жертвы которых прежде всего соплеменники и и еще в Сто с лишним лет назад здесь почти ежевечерний сидел Миша Япончик. Настоящий имя и фамилия Мойша Яков Винницкий. Вот отсюда в русскую жизнь и в русский язык пришла блатота. И вообще мир поделился на блатных и на фраеров. Япончик под именем Беня Крик – герой одесских рассказов Бабеля. Но еще в 1908 году вышел словарь «Блатная музыка. Жаргон тюрьмы». Первый свод русской уголовной речи. Составитель – рецидивист Трахтенберг. Редакция и предисловие знаменитого лингвиста, профессора Будуэна де Куртене. Блатной от «блат» на идише. Искаженная немецкая «блат» – лист. Тот, кто живет по воровским законам, хоть они и не писаны. Фраер. От «фраер» на идише. Искаженная немецкая «фрай» – свободный. Вольняшка. Не из воровского мира. Но он же только делает вид, что он свободный. Фраерийца. Накануне погубивший царский строй Первой мировой войны русское общество будто проверяет меру своей достигнутой до революции терпимости. Считать ли уже евреев такими же людьми, как и русские? Огромный Киев. Вон как разросся. А слобода Лукьяновка так и осталась местом почти диким. Здесь город будто прерывается. В Лукьяновке в 1911-1913 годах проходит самое знаменитое в Российской империи расследование. А потом в центре Киева судебный процесс над евреем. Дело Бейлиса. В этом перелеске у Богославского спуска 20 марта 1911 года в небольшой пещере обнаружили тело Андрюши Ющинского, пропавшего недели раньше. На мальчике насчитали 47 колющих ран. Страшное это обстоятельство буквально иллюстрирует старую легенду, будто бы иудеи употребляют кровь христианских детей. В полицию, прокуратуру и родственникам убитого приходят анонимные письма. На похоронах раздают листовки. Православные жиды замучили Андрюшу Ющинского насмерть. Каждый год перед их Пасхой они убивают христианских детей для того, чтобы потом смешать христианскую кровь с их мацуем. Именно так они празднуют смерть нашего Спасителя, который уже сами распяли на кресте. Следствию об этом первый говорит Вера Чебиряк, мать Жени Чебиряка, друга Андрюши, с которым тот гулял в последний день своей жизни. Вероятно, убили Андрюшу евреи, так как, в общем, никому не должна была смерть Андрюши. Предоставить же вам доказательства в подтверждении моего предположения я не могу. Эту Веру Чебиряк полиция знала как содержательницу воровского притона и укрывательницу краденого. Но ее рассуждения идеально поддерживают официальную версию. Убили евреи, потому что кто еще? В общем, нам не нужно было смерть Андрюши. Каждый год перед их пасху! Они уже убегли! Вот перелесок, в котором нашли тело Андрюши Ющинского и где он гулял в последний день своей жизни с сыном Веры Чебиряк Жени. И здесь и до сих пор много этих старинных пещер. ТОМ ВЕРЫ ЧЕБИРЯК ТОМ ВЕРЫ ЧЕБИРЯК ТОМ ВЕРЫ ЧЕБИРЯК С другой стороны – кирпичный завод. На заводе приказчиком работал Мендель Бейлис. Очевидно, в обвиняемые его выбрали как самого близкоживущего еврея. Других оснований не видно. Вот он, Бейлис – 37-летний отец пятерых детей. Много работает, хоть и родился в семье правоверного Хасида, но выбившись в приказчики все субботы на заводе. Только в воскресенье ведь тогда был выходной. Под стражей его продержат два с лишним года. Вы же сами видите, что я невиновен. Я прошу вас, чтобы вы меня оправдали. И чтобы я мог еще увидеть своих несчастных детей. Опытный следователь Александр Красовский только делает вид, что придерживается ритуальной версии, раз на ней настаивает начальство и близкие к нему патриоты. Они думают, что это убийство было ритуального характера. Но я убежден, это обыкновенное убийство, совершенное из мотивов мести профессиональными убийцами. Вскоре, почувствовав, что расследование идет не туда, Красовского отстраняют, а потом отправят в отставку. С служебной тайной он больше не связан, и Красовский принимается за частное расследование. Я убежден как обыкновенный убийство, совершенное из мотивов мести профессиональной убийцы. Здесь, в Лукьяновском лесу, гуляли трое мальчишек, вырезали себе прутья. У Андрюши Ющинского прут ровный, а у Жени Чеберяка какой-то кривой. Женя предложил поменяться, Андрюша отказался. Тогда Женя рассердился, говорит, а я всем скажу, что ты школу прогулял. А Андрюша говорит, а я всем скажу, что у тебя мать ворованные вещи прячет. Среди множества версий о судьбе Ющинского в этом рассказе третьего мальчика опытное ухо следователя различило безыскусную правду. Ну, такое не выдумаешь. Я думаю, что это убийство не ритуальное. По Красовскому напуганный Женя Чеберяк прибежал домой, сказал, Андрюша донесет, что мы держим краденое. У воровской банды, использующей дом Веры Чеберяк, полиция один притон накануне уже обнаружила и часть сообщников арестовала. Теперь ясно, кто доносчик, который их всех выдаст. Андрюшу заманивают к Чеберякам. Тяжелым ударом воры мальчика оглушили, потом придушили и уже умирающему и мертвому нанесли множество колющих ран, маскируя свое убийство под легенду о евреях-кровопийцах. Я убежден это обыкновенное действие, совершенное измельчат влезти профессиональной мальчика. Но еще и не зная о догадках Красовского, обвинением Бейлиса многие возмущены. Но как в такое можно поверить? Играли ребята у кирпичного завода. Вдруг черным коршуном налетел еврей. Одного схватил. И 12-летнему мальчишку, не младенца ведь, утащил на смертные муки? Что ж тогда изверга не сразу нашли, а только по подсказке антисемитских листовок? Вот этот смирный приказчик и есть палач? Откуда это известно? Жены, жена мухи! Но власть идет в суд, явно надеясь на предубеждение против евреев. Дело Бейлиса – главная тема общественной жизни. Мировая пресса, прислав корреспондентов в Киев, поражается. В остальной Европе кровавые наветы на евреев невозможно уже лет сто. Российские издания за критику обвинения штрафуются. У них даже конфисковывают тиражи. Акции протеста в империи от Петербурга до Иркутска. Ступая обвинителем по настоящему делу, очень хорошо осоздаю всю трудность предстоящей мне задачей. Господа присяжные заседатели, дело неслыханное, дело небывалое. Как небывало неслыханно то злодеяние, которое составляет содержание настоящего дела. Знаменитый писатель Владимир Короленко главный глашатый процесса. Ведет его хронику в нескольких газетах. В большом, древнем русском городе украшены многочисленными святынями. Вся читающая Россия знает от Короленко, что прокурор Виппер на суде прямо призывает к племенной ненависти. И в самом деле средь бела дня хватает ни в чем неповинного мальчика. Доброго. Хватает ни в чем, ни в чем, ни в чем. Никому не сделавшего никакого слава. Подвергает его невероятным истязаниям, невероятным мучением закалывают его в жертву. Источают из него кровь. Закалывают его в жертву. Источают из него кровь. В здании бывшего Киевского окружного суда сейчас Киевский областной апелляционный суд. За сто с лишним лет более громкого дела эти стены не знали. Состав присяжных, на который так рассчитывает обвинение в деле Беллиса. В Киеве, университетском центре, в третьем городе империи власти умудрились набрать в присяжные заседатели троих мелких чиновников, двоих мещан и семерых крестьян. Мол, власть-то она с народом. И народ с властью. А всякие там столичные либералы, писаки с балкона прессы, они с евреем. Я понимаю, когда мне говорят, что вы предъявляете столь серьезное обвинение еврейскому. Нисколько! Обвиняем только отдельного резюмера! Невероятные закалывают Главный литератор страны Максим Горький из эмиграции с острова Капри. Мучительно переживаю процесс Беллиса. Но в костре гнева, тоски, стыда и обиды есть уголок надежды. А что, как эти 12 мужичков скажут, нет, невиновен? Дело не бывает! Доказано ли, что 12 марта 1911 года в Киеве на Лукьянов 13-летнему мальчику Первый вопрос к присяжным сформулирован так, что кроме самого признания убийства Андрюши Ющинского содержит и версию следствия о месте и способе убийства. Полное обескровление тела и смерть его. Ответ присяжных заседателей да, доказано. Если событие описано в первом вопросе, доказано, то виновен ли подсудимый Менахин Мендель Бейли с 39 лет в том, что заранее задумал... И вроде так логично из первого утвердительного ответа должен следовать такой же второй. Обескровленное тело и смерть его. Ответ присяжных заседателей... нет, не виновен. Нет, не виновен. Нет, нет, не виновен. Вы свободны и можете занять своё место в обществе. Вы свободны и можете занять своё место в обществе. При обвинительном приговоре Бейлису в Киеве ждали еврейских погромов. При оправдательном их не случилось. Хотя, казалось бы, с досадой, не веря в невиновность еврея. Но нет. Такое тогда было уважение к судебному решению. И власть не смела ему препятствовать. Но дело Бейлиса не вошло в историю памятником независимости русского суда. А вошло позором, что в Европе в 20 веке возможно обвинить евреев, будто они убили христианского отрока и выпили его кровь. Хотя на деле-то вышло ещё возможно обвинить, но уже невозможно осудить. Подставной следователь Александр Красовский после оправдания Бейлиса продолжит своё расследование, чтобы на новом суде доказать, каким на самом деле было убийство Андрюши и покарать убийцу. Но до революции не успеет. Мечтавший о большой войне Ленин был прав. Вступив в Первую мировую, Россия неудержимо влетала в революцию. Царизм рухнул вообще без участия революционеров. Когда в феврале 1917-го в своём остановленном поезде Николай II отрёкся от престола, будущие вожди октября 1917-го кто в заключении, кто в эмиграции. В марте в России отменены все ограничения для евреев, но еврейского участия в революции это уже не ослабит. Воюющая с Россией Германия пропускает через свою территорию в знаменитом пломбированном вагоне из Швейцарии Ленина и его соратников. Ведь если они придут к власти, то Россия из войны выйдет. Среди 30 пассажиров евреев 17 и Карлу Радеку Собельсону приписывают слова, сказанные при отправлении. Так, Вадим Ильич, через 6 месяцев или будем министрами, или будем висеть. В Петроград они прибывают 3 апреля. Из Дальней Сибирской ссылки возвращаются Яков Свердлов, Иосиф Сталин Джугашвили, Лев Каменев Розенфельд. В мае из Америки через Скандинавию добирается Лев Троцкий Бронштейн. Старая царская Россия была кована железным обручем насилия и произвела. Перестание бужуазной демократической революции в социалистическую. Это их шанс прийти к власти. Первая попытка мятежа в июле 1917-го неудачная. И лидерам большевиков приходится снова стать нелегалами. Часо на час Ленин мог быть арестован, но партия укрыла Ильича. Сбрив бороду и усы, он скрывался на пустынных берегах озера Разлив под Петроградом. В Разливе близ сестра Рецка. Сначала на чердаке сарая, потом в шалаше под видом косов. Здесь месяц скрываются. Номер один в списке большевиков на выборах в учредительное собрание Владимир Ленин Ульянов и номер два Григорий Зиновьев Евсей Родомысльский. Вот кого из своих вождей партия бережет больше всего и вот какие у них райские отношения. Сын зажиточного хозяина молочной фермы Аарона Родомысльского товарищ Зиновьев всю свою жизнь русский революционер. Еще в 1907 году на пятом лондонском съезде партии на выборах в ЦК он получил второе число голосов после Ленина. В 1936 году Зиновьева объявят врагом народа и расстреляют. И потом 50 с лишним лет будет считаться, что Ленин в разливе был один. Зная только интернационалистов, сам Ленин полагал, будто евреев как национальности не существует вовсе. Но на происхождение своих соратников указывал особо. Евреи доставляли особенно высокий процент вождей эволюционного движения. Теперь евреи имеют ту заслугу, что дают высокий процент представителей интернационалистского течения. Троцкого партия от ареста не спасала и он посажен в тюрьму Кресты, откуда пишут пламенные статьи и заявления. Его освободят под залог внесенной сестрой. За два месяца Троцкий превратится в вождя. На наших глазах завершается великое историческое чудо. С сентября он председатель Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, который занял здание Смольного Института Благородных Девиц. Непременная часть мифологии про октябрь 1917 года. Смольный штаб революции. Это так, но список штабистов при советской власти несколько раз задним числом меняли. Петроградский Совет перетягивает власть от временного правительства, который сидит вместо царя в Зимнем Дворце. На сторону Совета переходят воинские части. Теперь они красногвардейцы. Последний верный правительству гарнизон в Петропавловской крепости Троцкий распропагандирует лично. Вся работа по организации восстания проходила под руководством председателя Петроградского совета товарища Троцкого. Но это Сталин говорил в 1918 году. Смольный после 1917 года всегда занимает питерская власть. А в этом его коридоре музей самых первых руководителей города, а потом и всей страны. Дверь с табличкой «Классная дама». Ну, только что же съехал Институт благородных девиц, а люди тогда здесь историю творили, им не до смены табличек было. Эту знаменитую фотографию до 1927 года публиковали с подписью, что часовые стоят у кабинета Троцкого, а после 1927 что у кабинета Ленина. Троцкий легальный глава совета, а Ленин лидер партии все еще в подполье. 10 октября проходит последнее конспиративное заседание ЦК. На квартире большевички Сухановой урожденной Флаксерман за вооруженное восстание голосуют дети Российской империи. Русские Ленин, Бубнов, Колонтай, Ломов, евреи Свердлов, Троцкий, Урицкий, Сокольников-Бриллиант, грузин Сталин, поляк Зержинский. В решающие сутки красногвардейцы в Петрограде берут под контроль вокзалы, мосты, почту, телефон, телеграф, Ленин на трамвае и пешком добирается до Смольного. Последний удар. В зимнем арестовано временное правительство. провозглашается советская власть. От Петроградского совета Троцкого она достается Всероссийскому съезду советов Свердлову, а от него Совету народных комиссаров Ленину. Начинается новая история России. Первые 30 лет интернациональная и юдафильская. Петроградского Петроградского Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Редактор субтитров